О да, да-да-да, твою мать, это русская рулетка. Это первый в мире турнир по русской рулетке, где либо ты выживешь и удача будет на твоей стороне, либо ты будешь просто куском дерьма, которому удача не улыбается в принципе. Кем будем мы сегодня? Зависит, естественно, не только от нас, но и от госпожи удачи. Друзья мои, добро пожаловать, меня зовут Брейн и вы в этом не виноваты. Ну что же, давайте посмотрим, что из себя представляет первый в мире симулятор русской рулетки и даже сделанный в виде торнамента. Так, есть практика, есть сразу турнир и что-то у нас еще закрыто. Давайте посмотрим сразу. О, господи, это было жестко. Так, 20 токарев, 24 года у нас есть и Брейнзит, 18 лет мне тут указано почему-то. Окей, хорошо. Так, что мы делаем? Next, практик. Ну, давайте сделаем вот так вот. А, победитель получает 500 тысяч баксов. По-моему, звучит очень круто. Давайте посмотрим, что за токарев, как он вообще играется. Так, о боже. Надо выбрать. Ну, давай, давай, один начнем. Так, зарядили. Ох, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорош. Так, прокрутили, поехали. Я даже не знаю, мне даже страшно представить. Нажать, 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 нажать. О, да, слава богу. Нет, токарев у нас пропускает ход, я так понимаю, да? И я сразу же оказываюсь победителем. Чудесно, чудесно, друзья мои. Так, четверки. Окей, хорошо. Ну, что ты сделаешь? Стреляй, сука, стреляй давай. У него есть определенный промежуток времени, который он может поддержаться. О, господи Иисусе. Но, допустим, ему повезло. Давайте посмотрим, повезет ли нам. Да, слава богу. Фу, блядь. Это реально стрёмно, ребята. Я помню, где-то у нас в игре уж какой-то была такая русская рулетка. Это действительно жесть. Брэндит победил. Брэндит победил. И я получаю 4000 баксов просто так. И 100 тысяч, собственно, за первую игру. Окей, едем дальше. Посмотрим, чем нас порадует далее. Так, против нас будет Корлеоне. Корлеоне, как оно звучит круто у нас, да? 27 лет у нас. Отлично. У него есть скилл. Так, поехали. Французишка, что ты мне скажешь? Так, брэндит против Корлеоне. 200 тысяч долларов на кону. У чувака явно уже есть какой-то принцип в этом деле. Поэтому давайте смотреть. Единица нас спасла. А вот, бог, как говорится, троится любит. Давайте троечку уберем. Так, отлично. Мы заодно проверим. А, нашу веру в бога. Так, спинаут. Ой, я не знаю, хорошо ли это было или плохо. Ну что, ребят. Я, как говорится, всех вас люблю. Ой, слава богу. О, блядь. О, боже. Не, он тоже пропускает. Интересно, а себя он застрелить может? Так, выбирает. Заряжает. И я не могу здесь ничего делать. То есть все зависит от нашего Корлеона. Карл, Карл, давай же. Стреляй, сука. Стреляй. Давай же, размаши себе башку. Сучи потрох, а. Так, пока у него чуть-чуть больше преимущества. Берем, собственно, пистолетец и проверяем. О, хорошо. Черт, а. Интересно, а реально можно себя прибить здесь? Карл, бери давай. Видишь, не поленился, взял. Прикинь, сейчас реально расхерочите мозги. Вот это будет умора. Стреляй, сычаныш. Стреляй. Ой, бля, как хреново, ребят. Как-то что-то хреновато. Так, берем. У нас ограниченное время на это дело. Фух. Так, сколько там еще? Примерно два выстрела, да, получается? Стреляй, сука, давай. А, не, а вот сейчас. Force to fold. Окей. Мы проиграли с вами. Печаль, беда. Так, 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 так. Ну, давай шестерочку. О, шесть, 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 шесть. Готово. Так. О, слава богу. Блин, на самом деле, долго так играть не получится, потому что рано или поздно... Рано или поздно удача от кого-либо отвернется. Такс, давай еще раз. Ммм, шесть. Отлично. Надо понять, тут есть определенная тактика. Здесь даже можно с ней ознакомиться, а в настройках все это дело пишется. Ну, стреляй давай. Не просто... О! О-о-о! Нихрена себе! Это было круто! Жалко, конечно, что нам не показали эпика, размаженных кишок, мозгов и так далее. Но это всего лишь игра. Это всего лишь игра, и мы с вами победили, Корлеоны! Ну, такое дело, ребят. Ну что, давайте посмотрим еще раз. Так. Машин Джо. Отлично, 43 года. Хазардос. Чудесно. Чудесно. Чудесненько. Так, Брэйн Дит против машины Джо. Давайте посмотрим. Он похож на Хитмана, знаешь, такого только без красного галстука. Фу-у-у-у-у. У нас все четверочки ни разу не было. Текс, поехали? Поехали. Держите, скрестите пальцы за Брэйна. Бля, прикинь, такая бы реальная игра была. У тебя говорят, вот ты получаешь миллион долларов, и тебе нужно так сыграть. О, боже мой, твою мать, а. Господи, был какой-то фильм, я помню, людей так собрали. Это... Чел, я даже с тобой познакомиться не успел. Твою мать. Я не помню, ребят, как называется этот фильм, он точно был. Там, я помню, собрали людей в каком-то здании, и они играли в русскую рулетку. Там были зрители, там были ставки, они делали различные ставки. Кому-то везло, кому-то нет. Советую поискать, посмотреть. Возможно, в комментариях кто-то напишет. Фильм действительно классный, бесподобный, и рекомендуется к просмотру. А мы движемся дальше. А мы движемся далее и смотрим, кто у нас Хэнс Хэклер у нас. 34 года, он баланс у нас. Такс, эээ, ну что же. Хэнг Хэклер это последний паучевак, которого можно, собственно, обыграть. И 18-летний, как здесь указано. Брэйн сейчас должен обыграть немца. Ну что ж, давай посмотрим, кусок дерьма, на что ты способен. Так. Он заряжает. Чудесно. Давай, сразу, первый раз, давай. Хэнде хох. Сука, 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 сука. Ладно, давай еще раз попробуем. Фух, ну что, как говорится, была не была? Ох, слава богу. Хэнг, прощай. Хэнки, Хэнки, нажимай. Он боится, боится, смотри, смотри, палец. Ах, палец очкует, а очку уже не жим-жим, правильно? Давай ещё раз, давай. Лежа. Я надеюсь, что у тебя там всё хорошо, и маленький свинцовый девятиграммовый дружок не будет сейчас частью твоих мозгов! Да! Блядь! You're dead. Естественно, блядь, что я сдох. Я ж не какой-нибудь там ангел или пророк, мессия, чтобы быть бессмертным. Я даже не герой компьютерной игры. Я просто... Чувак. Как было указано в этой игре, 18-летний Брейн, который решил сыграть, видимо, в ящик со своей судьбой. Ну что же. Мы выиграли 703 тысячи долларов, но я не знаю, кому не достанутся. Я бы раздал их среди подписчиков, но в этой игре так сделать, увы, нельзя. Давайте попробуем ещё раз. Что нам расскажут? Так, что-то заперто, есть практика, опшнс... Так, давайте почитаем, какие есть советы. Бейзи-контроль, тактика. Сто процентов. Подождите, пока барабан прокрутится. Действительно, здесь четыре страницы разнообразной тактики. Как и что делать? Ну что, попробуем ещё разочек, давайте. О, как это жёстко звучит. Так, Хэнки. Точ, Токарев. Все те же люди. Мы просто проверим наш успех ещё раз. Так, бронит против Токарева. Давай попробуем, братан, давай. Так, 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 так. Я попробую ещё раз единиться. Мне кажется, что удача будет на нашей стороне. Давай сделаем вот так, максимум. Спин-аут. То есть он делает полный прокрут. Фу, слава богу. Не, чел сразу, как говорится, делает ход далее. Ну что ты скажешь? Что ты, сучка, сделаешь? Так, в четвёрочку. Прокручивает не полностью, по-моему, барабан, да? То есть не полный спин-офф. Спин-аут, точнее. Ах, зараза. Так, ну что, чел? Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза, лысая башка. Фу. Наше лицо не показано. Было бы круто, конечно, если бы там была вебка какая-нибудь, да? То есть можно было бы сделать образ своего фейса. Прощай, токарев. Прощай, токарь. Так, отлично. По таким вот кровавым адским следам мы движемся с вами далее. У нас есть ещё три претендента, которых нужно преодолеть. Это Карлеоны наши с вами любимые. Ну что ж, поехали. 27 лет. 200 тысяч долларов. Стоимость какой-нибудь крутой такой трёхкомнатный хат. А ты почему бы и нет? А либо, вот, либо квартира, либо жизнь. Давайте проверим. Вот что бы вы купили, друзья мои, на 200 тысяч баксов? Пишите в комментах, а мы будем идти далее. Троечка. Как ты думаешь, имеет ли смысл прокручивать полностью? Давай сделаем вот так вот. Сто процентов. Я сейчас черек-пиздык и нету, Брейна. Нет, 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 слава богу, слава богу. Всё хорошо. Миленький мой, я вся... Горю я вся в ажуре рядом с тобой. Иногда мне кажется, что кружится моя голова. Ведь мы играем с тобой в русскую рулетку, ёпта бля. Давай, ещё раз, давай, стрелёй! Падла! Я просто, видимо, отвлёкся, или, возможно, тебе повезло, и ты одел сегодня тот галстук, который надо. Ты пришёл в то место, в которое не надо. Так, у нас время как-то не заканчивается, поэтому... Фух! Слава богу. Долго медлить здесь нельзя. Долго медлить нельзя. Мне кажется, что мы с ним ещё играем попутно в гляделки. И он фолдит. Смотри, он пропускает ход. Я выиграл 200 тысяч баксов. Охренительно. Я хочу попытаться пройти эту игру. Я не знаю, получится или нет, но у нас идёт отпетый, отшилый Америкос. Такое впечатление, что это герой американских боевиков. Но это не Брюс Уэлли, если не Шварценеггер. Едем дальше. 43 года у ЧВК. Ему уже, наверное, нечего терять. Своё дерево он посадил. Сына он уже своего вырастил. Сделал всё, что надо. Так, давай. Призовой фонд у нас действительно большой. Шестёрка. Попробуем шестёрку, хотя, мне кажется, что всё может закончиться очень плохо. Так, прокрутка. Надо было делать именно идеально стопроцентную прокрутку. Так, готово. Так, шанс хлопотать пулю всё ближе и ближе у нашего врага. Давай, машина, Джо. Стреляй. Ах ты ж, сука, такая. Шансы 50 на 50. Ребят, пожалуйста, живи. Алиш, живи. Слава богу, бля. Фу, он фолит. Он фолит, друзья мои. Пропускает ход. И мы с вами победители. Но у нас, по-моему, последний этот немчур. Нет, ещё играем, да? Но он ставит шестёрку. Делает двойной прокрут. Отлично. И прощается с жизнью. Давай. Сука. Вот это вот уже не смешно, нихера. По-моему, у нас в Антелдон была такая тема. О, бля, повезло. Повезло. Но удача в этой игре не всегда бывает на нашей стороне. Чё ждём? Не хочет. Он пропускает ход, и получается, что мы побеждаем за мне 300 тысяч долларов. Это квартира плюс тачка. Это и самый, как говорится, желанный во всём мире мачо для всех девочек. Так, едем дальше. О, последний у нас. Смотри, 400 тысяч. А, есть ещё полтора миллиона. Я думал, тут 500 тысяч максимум. Три ляма. Три миллиона долларов, это уже интересно. 637 у нас в наличии есть. Поехали. Хэнс или Ханс. Скорее всего, если донимится, он Ханс Хэклер. Так, Ханс, давай смотреть. Чё там какой-то упор? Мне кажется, что физиономию я уже в каком-то фильме видел. Нам повезло с единицей, может, повезёт и ещё раз. Аккуратно, аккуратненько. Аккура... Есть! Не 100%, но есть. Суху! Слава богу! Я хочу пройти дальше, посмотреть на наших других, так сказать, соперников, которые уже стоят рангом повыше. Там, где разыгрывается полтора миллиона баксов. Что он делает? Он ставит в четыре. Они все практически всегда ставят четвёрку и делают двоюный прокрут. Давай, сука, пока! Стреляй! 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 Не, не получается. А было бы у нас здесь какое-нибудь пиво, так как был бы Октоберфест. Мы бы с тобой не такую рулетку забутили, бро! Ты же хочешь Октоберфест, правильно? Стреляй! Фу, блядь. Сука, я аж припотел, нахуй, от ужаса. А-а-а, зафейлился Ханс. Что ж такой ссыкливый-то? 400 тысяч долларов, друзья мои. Пора открывать свой бизнес по определённому полууцу, блядь. Конгретюлейшнс! Он нам тут пишет. Вы попадаете в следующий раунд. У нас тут какой-то намура. Пошли уже азиаты. Парняки вообще-то... А, точнее, японец у нас. Ну что, где суши переел, что ли, блядь? Решил застрелиться нахер? Верни, хочу на родину домой. Хочу на родину. Поехали. 600 тысяч, мать твою, на кону стоит, да? 500 косарей. Полмиллиона долларов. Брендит против намура. О, риготка займас. Ёптон, блядь, как какой-то этот... Якудза, что ли? О, Якудза. Якудза, четвёрки у нас не было. Не было четвёрочки, давайте попробуем. Было счастье, да несчастье помогло. Давай. Святая пельбешка. Во имя святого бобра. Святого моржа. И просто святой сосиски. Фу, слава богу. Мне кажется, азиат вообще и моргает, не моргает. Я не могу определить, сложно. Чё, пускаешь, да? Сыщ, дрейфишь, сучёныш. А я вот прошёл, так что немцев, и русского вначале, и кого угодно, блядь. И француз у нас был. Давай. Размажи свои мозги. Пусть они растекутся по твоему классному белому пиджаку. Нет, не хочешь? Ладно, играю дальше. А, играю. О, хорошо. Хорошо, сука, хорошо же. Ну что? Ну что, азиатская жопа? Давай, 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 давай. Оп, ну... Чё, давно не было у нас тут кровопролития? Серьёзно. Не хочется стрелять, не хочется. О, да. Итого, друзья мои, мы хотя бы прошли дальше и попали в категорию, в которую мало кто, видимо, попадал. Последнее, что мы видели, это прекрасный костюм. Прекрасный белый костюм на азиате. Сколько денег я получу в итоге-то? Хотя они мне уже не нужны, я, по сути, уже как бы труп, и в раю, наверное, доллары не принимают. Миллион и пятьдесят три тысячи долларов. Тем не менее, мы погибли с вами, осуществив мечту, наверное, любого человека на этой планете. Разбогатеть эта мечта, такая, знаешь, типичная американская. Ты миллионер, и ты у нас уже молодец. Друзья мои, думаю, что на этой ноте мы закончим. Пишите, как далеко вы смогли пройти, и что там ожидает нас в финале, если вы, конечно, дошли. Потому что тут полный рандомайзер, и хотя есть в игре тактика, есть стратегия, и её определённо нужно придерживаться. С вами был Брейн в симуляторе русской рулетки. Всего хорошего, пока-пока.